Приветствую вас! Я постараюсь ответить на вопрос, который вы задаете, несколько узко, то есть я не буду касаться каких-то вот смежных моментов, связанных с тем, что может подвигнуть вас на то, чтобы задать такой вопрос. Вот. Саша заключается следующим, значит, для того, чтобы человек, которого вы любите, любил и вас тоже, нужно, первое, в обязательном порядке занять с ним такую зону комфортного, приятного для него общения, чтобы он чувствовал себя максимально спокойно, комфортно и, в общем-то, вольготно с вами. Это первое. Второе. Нужно понять, какой человек нужен тому, кого вы любите. То есть, у вашего партнера есть предпочтение относительно того, кого бы он хотел видеть рядом с собой. И вот нужно определить вам, какой это партнер. образ партнера, его качество, психологический портрет и так далее. Вот эти моменты понимания того, что нужно вашему любимому человеку, и можете ли вы это ему дать? То есть, возможно ли это для вас? Один из самых главных вопросов. Очень важно, чтобы при этом не было никакого вам вреда. Потому что, если вы будете вредить себе, если вы будете выносить вред, то, к сожалению, ничего хорошего из этого не получится. Потому что, вы будете жертвовать собой, и из этого с собой вы будете опустошаться, что не только породит желание восполнить вашу жертву, но и при этом вы еще к тому же будете растворяться в человеке. А растворяясь в человеке, вы будете опекать его на то, что он будет видеть вас, точнее, себя. И это не есть то, что необходимо для развития отношений, для как бы выстраивания их в положительном ключе. Ну и далее. Далее, что можно сказать еще, это то, что для того, чтобы человек полюбил вас, нужно, чтобы вы разделяли его интересы, нужно, чтобы вы интересовались тем же, по сути, что и человек, тем же, по сути, что и ваш любимый, и, собственно говоря, это является самым основным из того, что, вот, можно вам порекомендовать именно в контексте привлечения человека к вам. Но вместе с этим всегда стоит помнить, и на мой взгляд, это очень важно, всегда стоит помнить о том, что нет гарантии, даже если вы сделаете все, как я сказал, нет гарантии, что человек вас все-таки полюбит. Потому что нельзя заставить любить другого. Это происходит как бы помимо желания человека. Если вы понимаете, конечно, о чем я говорю. Вот. И я надеюсь, что вы просто примите сведения те моменты, которые я вам сказал. Вот. И постарайтесь их реализовать. Постарайтесь их как-то как-то претворить в жизнь, скажем так. Так. Надеюсь, что у вас это получится, но я бы на вашем месте не рекомендовал бы надеяться и возлагать чрезмерные надежды на то, что у вас получится сделать так, что он вас обязательно полюбят. А не стоит на это рассчитывать. Если вы любите человека, то, наверное, вы хотите, чтобы он был счастлив. И если вы хотите, чтобы человек был счастлив, хотите, чтобы человек был счастлив, и им именно счастлив, то совершенно очевидно совершенно очевидно, совершенно очевидно, что вам не важно, с вами он или нет, вам главное, чтобы ему было хорошо. если вы ориентируетесь не этим, а чем-то другим, то тогда, к сожалению, можно говорить о том, что вы его не любите, а пытаетесь реализовать свою потребность через него, и в этом случае нужно работать уже с вашей потребностью, с вашими потребностями, но никак не с тем, как можно сделать так, чтобы человек вас полюбил. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!